Песня Истинные, а всякие скверны, И спаси, Боже, души наши. Отец наш, Едесный, мы просим во имя Иисуса Христа благословить и загляти. Научи на благослови святым слышать голос Твой, подчиняться им. Будь милостив к нам, Владыка, благослови наследие Твое. А открой нам истину Твое, дабы мне и нам жить, научаться и быть спасенными в вечности. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я работаю в интернете, и люди, которые приняли крещение, они подражаются гонению, прям невиданному. Вот, больше ничего не надо доказать. Гонение устраивает не верующие, а на верующих. Если правда на той стороне, а чего вы обручаетесь-то? Вот, например, сейчас спор идет, часто надо прищищаться или не часто. Прищищаться каждое воскресенье. В России никогда не было четыре раза в году, человек говеет во время поста и прищищается. Ну а как же ежедневно охотство собирается? Нигде этого нет. И Анна Тауз говорит, не часто не одобряем, не редкая, а готовность. А что, приготовиться, ну хотя бы третье надо, считается канонами, как по православному. Положено. Еще у тебя остановится, еще и нет. Дальше, есть опыт. Люди, которые часто прищищаются, я не говорю о всех, но об абсолютном большинстве, они делают всегда сумасшедшие, как достоватые. Совершенно не понимают, что делают. Как будто разводят. А чего это? Я не прищищаюсь часто, четыре раза в году. Ты прищищаешься четыре раза на дню. А почему ты такой злой? Почему ты меня прищищаешь, а не я тебе? Да какие вы верующие? Тут архиереи, был, только дети прищищаются. Тут только молодые, эти, крещеные прищастились. А почему вы не прищастились? Зачем ты ко мне в рот залазишь-то? Будет пост. Это обычай, который приняла церковь во времена князя Владимира. Четыре раза в году минимум. Но при болезни там бывает часто, исповедуется и проще. Это надо все учитывать. Нет, часто. Часто дается жизни. А если она дается для жизни, таинства? Почему у вас жизни-то нет, а не мертвые дела? Ну посмотри тогда, почему вас Бог не побуждает на благовестие? Это прямая заповедь. Прищищаться часто нигде нету писаний. Нету, вообще, даже намека на это нету. А кто не достойно прищищается, вот об этом есть говорится. Потому много больных, а немало умирает. Умирает. Теперь какое доказательство? Вот об этом, о неготовности. Златоуст говорит, вот это мы одобряем. Когда человек готов. И вот, вот это издание предложит мне. Блаженов Африлактов. Я говорю, наше издание лучше, самого лучшего. По восьми параметрам. Теперь начинает со всех сторон подковыривать. А как вы узнали это? А вот такое-то там противоречие где-то нашли? А кто там это сказал? То есть со всех сторон сейчас сточат. У нас нет никакой уверенности, стопроцентной, что Евангелие переведено правильно. Нету. Но четыре духовные академии, святые отцы, уже канонизированы, говорят, о чем-то говорит. По-другому низу на сенатальные издания. А откуда вы знаете, что на грешеском языке Новый Завет написан правильно? Ну, согласно общепринятому мнению, сенатский манускрипт, который переводили, относится к четвертому веку. К четвертому. Это не к четвертому дню, а столетию. За это время переписчики сколько могли настряпать ошибок, умышленных и неумышленных. Но другого нет. Самый древний манускрипт, часть его, Нового Завета, относится к 136 году. К 136. А до 136 года ни одной практической срочки-то нет. Принято, церковь приняла, мы так и приняли. А вы уверены, что Павел именно вот так написал? Ну, церковь приняла, и мне не надо уже рассуждать. Это комон, который утвержден на Вселенских и Поместных соборах. Апостольские правила говорят, 85-е правило. Нет уверенности. А в Ветхом Завете, это разговор другой. В Ветхом Завете там стояли масореты, учителя. И они однажды решили сверить. Нашли самый древний свиток, а евреи-то по всему миру расползлись. И они дали указание. Найти всех евреев во всем мире. И все доединовые изъять и сжечь. Как это может быть? Все доединовые. А им написать, дать которых будет по-новому. Один единый должен быть. А уже стали сверять в Испании один, Германии другой. Горь, книга Ева развится, книги Псалмы развятся. И наконец нашли самый древний, сверили. И тогда нашли. В этом деле трудились очень знатные люди. И переписчики как трудились, если кто не знает, хотя бы немного. Писали на коже чистого животного, киренка. Это чистое животное, копытное, жвачка у него. Дальше. Как он пишет? Да найди место, где здесь есть. Вот эти маленькие ребятишки-то сдвинуть их, может, где-то там через. А они когда писали, переписчики, внимательно слушайте. Каждый переписчик, он заканчивал строчку и считал количество букв. И на полях писал 48. Сколько строчек оговорено было? Нельзя было 49. И он должен был буквы так растянуть, они с плащиком писали, столько 48. Я к примеру говорю. Это в этюдах отца Геннадия Хваста все показано. Он с оригинальными работами. Строчек должно быть здесь ровно 43. Ни одной строчки лишней не может быть. Но если он писал, допустил ошибку. Три ошибки означало свиток уничтожен. Как он должен был подготовиться, как молиться, надеть новую одежду. Какие должны быть чернила. И когда он писал слово Бог, хотя бы гром гремел, горел, он не имел права бросить, пока не допишет это слово. Потом следующий переписчик по буквам считал. У нас этого не было. Ветхий завет сохранен был в первозданном виде, как считается. Новый завет, у нас гарантий таких нет. Но церковь приняла. Но гарантии должны быть документированы. Но этого не было. Но их приняли. Над древними списками работал Иероним Стридовский, когда переводил бульгата на латинский язык. У него специально учитель был еврей, который учил его. И он от него все это принимал. Вот я показываю. Вот начало. Смотри, с чем я ориентируюсь. Первое. Издание Блаженного Фактилакта. Плоховато вижу. Просчитаю курсиву. Редакция СП, книгоиздательство Сойкина. 1911 год. Вот. 1911 год. Уже напечатано было. Дальше. Использую второе. Перепечатано в Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ 1988 год. Вот. Да. Дальше. От предисловия к изданию, которое мы издали. Дальше я его показываю. А какая у вас уверенность? Ну, допустим, мы бы не знали толкование. Существует один непреложный принцип. Толкование не должно противоречить ни одному месту Библии. Все. Даже его бы не было ни в новом Писании. Верующий не заблудится. А не нужны писать, сказать толкование. Но ты должен смотреть, сходится ли с Писанием. Ну, а разве можем мы сомневаться в Толгаре Глатоуста? Не сомневаться, а отвергать. Нам прямое повеление дается. Если придет, говорит, а ангел с неба, не то будет говорить, да будет анафема. Галатам 1, 8-9 стих. Творение Иоанна Златоуста, которое Библиот Виктор считает, оно разделено на две части. Первое. Творение Святого Отца нашего Иоанна Златоуста. Вторая часть. Спулья. И написано. Творение, приписываемое Святому Иоанну Златоуству. То есть, те, которые в патрологии имения, это собрано было все святые отцы, Евреям, Селим, Василиям, Великим, это 300 томов. 300 томов. И они смотрелись, глядели, профессора, ну к кому это? Нет подписи. Начало, нет, и концовка оторвана. Ну к кому? Василий Великим так не говорил, Евреям Селим не похожа, Блажен Амбусин совсем не та речь была. Ну ближе всего Златоуста. Приписываемое. А в иных томах еще есть спори и третий час дубия. То есть, весьма сомнительно, что это Златоусту. Но в конце делается приписка. Строчка и внизу. Кто бы это ни сказал, это неверно. Но сохранили, как написано. Кто бы ни сказал, это неверно. Почему? Иоанн Златоуст не мог говорить об этом, потому что тот человек жил после него. Он не мог его называть по имени и толковать его слова. То есть, явно грубая какая-то вкралость, ошибка, от кого неизвестна. Но печатать сохранили так с оговоркой. Когда я насчитывал жития святых и что-то не сходилось, я бил полокон. Если очень не сходится, я два раза бил. Иногда три раза бил. Это означает вообще не... Но оно вошло. Ну, допустим, по-насии Афонски. Пришла комиссия принимать храм. Поднялись на леса, и леса рухнули. И шесть человек погибло. Кирпичи наносили, не выдержало. На сегодняшний день инженеры по труду, по технике безопасности посадили бы сразу. Говорить не надо. Но он остался живой, стонал. И они его когда вытащили, он еще там что-то сказал, и умер. Его так любили, они стали его кровь вымачивать, одежду. И эту кровь пить. Когда кровь... Животную даже нельзя пить. Ну, ты хочешь узнать, Деяние 15 глава. Но чтобы человеческую кровь брать и лить, Ну, вообразить даже нельзя. Я три раза бил. Или, допустим, приходят на могилу, когда при счастье давали в руку. И на могиле оставляли при счастье. Там птицы расцвелывали. То есть доходили до невероятной вещи. Как об этом протопопа вакуум говорит. Она, ребенок бывает, такая плевая рождает, там, в рубашке родился. Это засушивали. И клали на престол в алтаре, чтобы еще осветить. Когда к нему прикоснуться, нельзя это нечистота. Женщина нечиста. Тем более, то, что оттуда ее шло. То есть мы должны на все это посмотреть. Вот привязывается... Вот здесь нададимое противоречие. Ты не знаешь, сколько противоречий нашли противники в Библии. 150 тысяч. 150 тысяч разночтений. А, наверное, еще нет ни одного. Нету. Я сталкивался с людьми, которые очень хотели доказать противоречия. И ничего не могли, ни одного не могли доказать. Нету. Я в это верю. Я неустанно занимаюсь больше 50 лет. 54 года. И вот мы проходим это... Да, это издание я делала. А вы сократили много? Да, я сократил. Ну а что сократилось? Ты спроси. И кто нападает? Миша Муряков. А он смирял... Он занимался им никогда. А если ты занимался, почему не преподаешь? Там, где он описывал ереси, которые были в то время в Чехии. Их нету. Богомилы. Зачем они нам это засорят? Но здесь отец Геннадий дает то, что сегодняшние баптисты, 50-ники, адвентисты. Он разбирает, как с ними беседовать. Зачем брать то, чего нигде больше нету? Нигде нету. Они умерли те секты. Новоциальные. Они в четвертый веке исчезли и больше нету. Ну а их тащили за собой. И занимают 2-3 страницы подряд. Считать то, чего нету. А он берет современное и это показывает. А какие варианты? Переводов существует много. Перевод Библии в перевод без Новый Завет. Без. И прямо сирина. То есть, вульгата. Какой нам перевод уже? У нас перевод с Сенатского манускрипта. А кто его достал? Константин Дешендорф. Немецкий исследователь. Археолог. Однажды он был в монастыре Святой Екатерины. Сенатский полуостров. Была зима. Было холодно. И он сидел у них в монастыре. Там отдыхал археолог. И грел руки у огня. И монаха спрашивает. У вас древних свитков каких-нибудь нету там? Он говорит. Да нет. Он голову повернул. Видит монах бросает в печь что-то темное, как поленье. Он бы не изменился. Он был движимый инстинктом археолога. И следовательно. Он подскочил и вырвал издагна. Это был Сенатский манускрипт. Самый ценный, с которого у нас перевод Нового Завета будет. И он его подарил российскому правительству. Потому что под его протекторатом Сенатский полуостров тогда находился. А советское правительство в 1936 году продало его английскому музею за 500 тысяч долларов. А тогда доллар стоил, может, в десятки раз больше, чем сегодня. И теперь кому надо переводить, он там через стекло, через удовлетворительное, каждую букву может сверять. Конечно, за плату. Переводов было много. Какие сохранились? Под именем Павла многие были писали. Павел говорит, не спущайтесь, как бы нами посланное послание. Не спущайтесь. Потому что есть люди, которые моей рукой как бы подписываются, а на самом деле это не может. Ну, подделка называется. Сделало, теперь надо завизировать, печать у Павла, поставить здесь. Здесь взят перевод грешеский, на русский язык. Делали большие специалисты. Таких переводов несколько, и они и разливаются. А как это так? Тебе зачем спрашивать, как? Ну, ты ему затоусту маленько доверяешь. И он стоит за кафедрой, и у него четыре перевода. Феодатион, Сима и Акила. Это три иудейских раввина были. И перевод семидесяти, септуагин-то. Четыре перевода у Яна Затонуса на кафедры. И он, они очень сильно разливаются. Но вазолета. И он ни на одну не склоняется, а видите, вот этот больше раскрывает. А вот этот как бы шире. И он все берет, и все растолковывает, и в одно сводит. Вот как надо подходить. Но нам достался сенатский перевод. А с греческого языка, это перевод септуагин-то, который на сарковнославянском. И он уже, сарковнославянский, неоднократно менялся и менялся. И привязывается к тому, что здесь есть, и должен иметь основание. Основание то, что вот это толкование не сходится с Гиблией. Вот, а вот толкование. Другого не может быть. Мы считаем. В одном месте говорится, у Мелухолы больше детей не было. Бог закрыл ее шрево за то, что она смеялась над Давидом, когда он писал перед ковчегом. Разделался, ты перед служанкой ему унизился. Он говорит, для Бога моего это сделал. А тебя и дом отца твоего отверг Бог. А дальше написано, она вышла там за Реалом, а у нее дети были. Так были или не были? А в Новом Завете Мария Магдалина, говорит, пришла, когда было еще очень темно. А в другом месте на рассвете дня. Четыре Евангелия, все по-разному показывают. На рассвете дня, другие при восходе солнца. Да как, как, очень просто. Четыре раза она туда бегала. Она туда и сюда прибежала, но она сказала, она, любовь ее двигала непрерывно, Златоуст говорит. А когда бесноватый, написанный бесноватый, из гроба такой страшный. Один говорит один, а другой пишет два. Так два или один? Два, два. Два, но один выделяет того, который более бесноватый был, более буйный. И он его показывает. Это естественно так. Если человек такой маломальский сход, мы его даже во внимание не берем. И таких моментов в Новом Завете, только в Евангелиях, не считая посланий, ни одно. И не два. Но надо научиться видеть. Один Евангелист одну сторону открывает, и другой другую. Более обширно. Вот я занимался усиленно, считал радое толкование, и не нашел ни одного перевода. Очень хороший немецкий перевод. Я вот считал немецкое предложение здесь, немецкое русское здесь. На английском языке, на матышку. Что я знал, я все старался, но разница есть. Похатить, ибо приблизилось царство небесное. Ну, понятно. А в английском языке, «repair the hand at the hand». То есть, покатись, царство Божье под рукой. Приблизилось, а тут под рукой. Ну и что? Ну неужели не понятно, что приблизилось, неопределенно. А под рукой только руки пройти. Но это об одном и том же написано. И львы жар просят о пище. А в другом переводе написано, и богатые ищут еду. А богатые они есть, и львы. Они пожирают бедных. Очень просто, понятно. И поэтому в их переводе, и львы богатые одно слово. И переводчики смотрели не только, как перевести, но как это место истолковали святые отцы еще. Трудно с того, чтобы заключалось переводок. Они смотрели не значение слова только. А как его истолковал, допустим, Блажене Августин это слово? Почему надо? И ангел там усмотрит, а они толкуют это место не совсем одинаково. И переводчики на русском языке это все учли. Поэтому вот тот перевод. Почему считаете лучше? Покажу. У нас каждый стих выделен конкретно. Только открыл Матфея. В этой книге смотрю, там нет. Ты откроешь, и ты не знаешь, какая глава, какая книга. Здесь определенный. Где бы ты ни открыл, ты сразу видишь. Вот какая лука. Дальше. Выделено. Жирным курсивом. Очень удобно. Там разбита перекопа аммония. Допустим, Христос шел по морю. Петр вышел там, как сегодня считали. А тут по стихам. Я перекомпоновал на стихи, потому что толкование идет на сегодня стихи. Не упуская нисколько, а просто по частям показал, как удобно. Ну, удобно, очень удобно. Перекопа аммония. Это не вот эта, которая. А это католический монах сделал, Стефан Робертс. Переразбитый на стихи. Это уже где-то в 16-м, наверное, столетии было. Все, пожалуйста. Я сделал небольшое предусловие, чтобы вы знали, никогда не спорьте. Лучший перевод, наилучший, это синодальность. А некоторые сегодня берут Касьяна или там Сергей Аверинцев переводил. Вы можете брать любой, но я заранее знаю, что вы ничего не читали. Если ты наизусть что-то знаешь, ты уже не будешь этим заниматься. Он на внутрь тебя войдет. Те переводы даже сравнивать не приходят, они вульгарные. Здесь пренебесное звучание. Пожалуйста. 16-й стих. Повторим. Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Ифлиеме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. И 17-й. Когда сброс свеченная, через порока Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плачь и рыдание, и вопль великий, рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Толкование. Дабы кто не подумал, что избиение младенцев случилось без воли Бога, показывает, что он знал, это наперед и предсказал. «Рама занимала возвышенное место в Палестине, как и самое название ее означает «высокое», и досталась в удел колену Вениамину. Вениамин же был сын Рахилин, а Рахиль погребена в Ифлиеме. Пророк называет Ифлием Рахилью, потому что она погребена была в нем. «Плач и рыдание были слышны в раме», то есть на высоте, говорит далее пророк. «Рахиль», то есть Ифлием. Человек, который не верит, и скажет, что Рахиль не могла плакать о детях. Ей был один, а второго она рожала, уже без сознания была и умерла в годах. Как она могла плакать о них? Любой бы сказал, что пророчество-то надуманное. Но надо смотреть глубже. Ее имя передалось месту. И это место стали называть Рахильево, потому что там была ее могила. Она, она очень известная была, и все сходит. А просто буквально привязывается. Действительно, она не могла плакать. Она умерла. Детей нет. Нет, как нет? Оба ребенка живые. Вениамин и Иосиф. Любое это опровергное скажет. Тут вообще написано, что это у вас неправда. Правда. Давай. Девятнадцатый стих. По смерти же Ирода, все ангел Господний во сне является Иосифу в Египте и говорит. Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Толкование. Горькую кончину, мил Ирод, он извек свою нечестивую душу, быв поражен горячкою болью в животе, водянкую в ногах, гниением тайного члена, порождавшим червей, обдышствую трясением тела и судорогами. Не говорит, беги, но иди, потому что страха уже не было. Этот диакон, он во время, когда соберет делал толкование, он был диакон, не архиепископ. И он никогда, конечно, не знал, что какая-то Россия, никто про это, что он знал-то. И что здесь вот люди будут собираться, читать, переводить и радоваться. Грек направлен был в Грецию. Но он сделал такое дело, что в Блаженном Пифилакте известен более, чем даже более известные святые отцы. Я нашел для себя что-то лучшее в собрании полного толкования. Я вот сколько лет вел, только в одном университете, 18 лет занятия вел, только по Блаженному Пифилакту. Перепечатывал его, краткое содержание, а потом вот Бог благословил, считаем так, и сдать полное издание его. Иллюстрировано, с цветными гравюрами Гюстава Даре, закладкой вообще старались. Пожалуйста. Это, наверное, из преданий, почему он взял, что вот такая болезнь-то всякие. Вот о болезни где? Нигде не написано. Вообще нигде не написано. Откуда это можно было взять? Что медицинская карта Ирода не сохранилась, ее не было. Но показали гниение тайного члена, и черви там где-то. Но если так в затишье мы сидели и сказали, ну вы сами-то верите, что это было? Я даже никогда не задумываюсь. Блаженный Пифилакт, уважаемый мною, сказал так, где-то было известно. Ну а нет, ну вот так. Ну а вы уверены, что он болел? Никак. Откуда я уверен? Нет. Вот говорят, Али пошел в отхожее место, в туалет, и расселась чрева его, выпали внутренности его. То есть расселась лопнула. Я в это абсолютно не верю. Его православные зарезали там, и все, больше ничего не было. Я пошел к врачам, расспрашиваю, скажите, может человек сесть в туалете на душе, чтобы лопнула? Нет, это невозможно. Ну внутренняя там, которая там может, которая содержит, а чтобы кожи, да никак нету, выпали, и он в гное, ну гноем называется, чем оправляется человек. Это никак нет. А откуда вы думаете так? Да ниоткуда из жития святых. Когда левый саврянин, там неоднократно описывается, что император не имеет право входить в алтарь. Он туда заходит, а в алтарь нельзя заносить оружие, оружие он здесь не может заходить туда. И православные его там в это время начали убивать. Он крестом отбивается, никаких отрубили, руку с крестом убили. И все это записали. Мы победили. В алтаре ни на что не посмотрели. Это подвиги православных. Нам есть о чем подумать. Нам может ли быть? Что может это быть? Более поздний период, 16 век, Иван Грозный встречает его настоятель в Псковом монастыря. Ему сказали, он хочет перейти там в Финляндию или где-то. Он идет, он куда-то славяк, он как врубнул, сразу руку ему отрубил вместе с крестом. Это свой, старая блядясь. До них они еще не дожили. А дальше? А дальше берет на руки и несет его на руках. Теперь отпевать будем. Лютость звериная. Только по подозрению. Не допрашивал его ничего. Он ни в чем не виновен. Но его канонизируют. А сейчас патриоты бьются канонизируют Иван Грозного. Но их патриархом Кирилла уже, там, видимо, неоднократно обращались. Он говорит, тогда придется переделать полностью Актоихи, где Камроны, Корнилию Скопскому. Тогда, выходит, его не убивало, ничего этого не было и так далее и прочее. И, выходит, он не давал указания задушить Мариуту Скоратову, Молитес Скоратову, Филиппа Метрополита. Ничего не было. Как ногами всю историю ставят. И патриарх не стал даже разговаривать. И все это передали. Было. Все это было. Как-то недавно я слышал. У меня данных таких нет сейчас на руках. Ну, кто учится, у них данные есть. Я поверил. Миша, этот фаст, Михаил приезжал здесь, отец Михаил. И он говорит, ну, допустим, в Греции было 15 царей. Своей смертью умерли, кажется, трое только. Остальные свергали. Детей кастрировали. Сразу все православные. Это все уже в Новом Завете. Глаза выкалывали. Следующий царь восстанавливается. Глядишь, его сбросили. Точно так поступает. Все вырезали. И это православное царство Греции. Поэтому можем ли мы ссылаться на то, что цари писали, сказать, вот он прав был, когда история сохранила это. Даже нельзя назвать никаким именем, как одно озверение, чтобы подцарствовать вот немножко. А их теперь нет, убитые, убийцы, все ушли на тот свет. Пожалуйста. 21 стих Он встал, взял младенца и матери его, и пришел на землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует во Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и придя, поселился в городе, называемом Назаретом. Да сбудется речерная честь пророка, что он Назареем наречется. Толкование. Ирод оставил трех сыновей, Филиппа, Антипу и Архилая. Архилая назначил царем, а прочих тетрархами, то есть четверовластниками. Иосиф убоялся идти в землю Архилая, то есть в Иудее, потому что и Архилай подобен был отцу своему. Галилея была земля не израильская, а языческая, посему Иудеи смотрели на ее жительство мерзений. Как же Лука говорит, что Господь пришел в Назарет спустя сорок дней порождения, то есть после того, как принят был Симеоном. А Матфей здесь говорит, что он пришел в Назарет по возвращении из Египта, зная, что Лука сказал о том, о чем умолчал Матфей. Лука говорит, что Господь, проведший порождение Своем сорок дней, пришел в Назарет. А Матфей повествует о том, что было между Сим временем, то есть Господь бежал в Египет и потом из Египта возвратился в Назарет. Итак, они не противоречат друг другу. Лука говорит о прибытии в Назарет из Вифлеема, а Матфей о возвращении в Назарет из Египта. Видите, как толковать надо? Это два, они трудно объяснить. Объяснение может быть несколько и другое. Но обязательно, что он явился в Вифлееме, пастухи поклонились, а это уже в другом месте было, когда пришли. Где они? Волхы там поклонились, пастухи там. А далее он в храме был, в сороковое дни обрезания было, и вернулся, а тут уже бежал. Это все определенное, никакого противоречия нет. Это слово противоречие, а мы в то время уже гуляли. И говорили, да как у вас написано? Написано, что Назареевна вещаться нигде не написано. Вот суть-то. Нигде ни у одного пророка это не написано. Где-то сядь прямо, подперся и спишь. А как же, говорит, ибо написано? Очень просто. Иудеи, говорит, уничтожали пророков, которые обличали их. Вместе с тем, что они написали. И написано, и пророков тоже гнали. Нигде не написано. Ну, а значит, когда писал Матхей, в это время было еще. Было и знали, иначе кто-то опровергнул это дело. Вот. Нигде нет. Ну и поэтому ставят Самсона. Самсон вообще никакого отношения не имеет. Назареев называется, Христос не был Назареев. Рисует у Христа длинные волосы. Он не был Назареев. Назареев нарещется, потому что в Назарете поселился. Тут уже прямо говорится. Назарете. Причина-то не в том, что Назареев не пил вина. А Христа называли винопийца. Как он вино-то пил-то? Когда Назареев не имел права прикоснуться даже к зерну, даже к винограду, к сушеному, там перечисляется. Даже косточке из винограда, ну там зернышки, он не имел права есть. И Назареев не имел права прикоснуться к мертвому. Если прикасался, Назареев, если его пропадало, надо было начинать заново. Назареев было на определенной жизни. Пять лет или десять лет. Там она взяла на пять лет, говорит, когда заканчивается, умер сын. И она прикоснулась. Мужчина, видимо. У нее пропала она снова. Потом прикоснулась к мертвому отцу в самом конце пятилетнего срока. И опять, а Христос, вдова Моинская, когда хоронили, подошел, прикоснулся к одру. А Назареев не мог прикасаться. Там прикоснулись нечаянно где-то. Умышленный Назареев не мог нарушать Назарейский обет. Это все говорит о том, что все остальное пришло неоткуда. Откуда, что у Христа длинные волосы, неоткуда не видно. Это привыкли, мы так ли, что его рисовали. А что монахи волосы резали? Монахи резали волосы, они постригались. А где-то известно житие святого Илариона. Правда, они не часто, один раз в году стригли волосы, стригли. Но монахи иногда обрезали волосы сами себе. Ножом-то ножли сами его отпилил и все. А то написано? Ну а как? Ну никак, мы привыкли, так у нас принято и все. Ты посмотри, икона Николаевича Дотворца. Тот сидит под бокс постриженный. А то архиепископ Мерликийский. Так и он один. Ты других-то посмотри. Еще тротопопия в вакууме. Еще там Зура была. Почему он сейчас начинал поп простригать? Как простригать? То есть определенная вот эта вот растригалась. И тут эта шапочка, как у католиков сейчас есть. А тут растригана, чтобы ему сравняли волосы, чтобы видели, что не поп теперь. Ну маленькой этой истории надо все-таки заглядывать туда. Он Назареевна речется. Какой пророк говорил о всем? Этого не находим ныне. Ибо по неродению евреев и в изучении частых пленений много пророческих книг погибло. Впрочем, может быть, это пророчество известно было и иудеям, и по преданиям. Вот я по опередению тут и думал, что здесь объяснил. Назарей значит освященный. Поскольку же Христос свят, то прилично назывался и Назареем. Ибо святым Израилевым Господь называется у многих пророков. Вот так Нина приехала, жёл на рот, в тачках была. И они все, матушка моя, матушка, матушка. А на родовласти какие-то матушка называются жена священника. Так принято там. Или там монахиня. А это никто. Торгую там стоит церковь. Её надо туда выше вопнуть, а она матушка, матушка. Притом они за это держатся. Ни канона не смотрят. Ничего. У меня было в Афинде однажды. Тогда был отец Владимир Цветков. Очень хороший священник. Ну мы побеседовали, я говорю, а почему женщина заходит? Ну она там какая-то схимонахиня, пульхерия. Я говорю, а женщина или нет? Ну, женщина, конечно. Ну а как же так? Ну где она жила? Как её жизнь прошла? И когда ребёнка крестят, мальчика заносят в алтарь, а девочку только здесь, перед иконой батюшка покрестил. Ни одну девочку в алтарь не заносят, а ей всего 8 дней. Неужели она больше грехов насыпляла? Девочка в 8 дней, но чем это в 40 лет или во сколько она постриглась? Ну даже рассуждать не надо тут. Идут обычно туда люди, уже трубы прошедшие. И вот он показал я ему канон. Владитийский собор, в 40-х человек отправил. Женщины и веряне до них ходят в алтарь. В алтарь? И она опять в алтарь заснулась. А ей уважение, перед иди, это матушка, матушка. Она в алтарь у меня в стоп. Так, матушка, а зачем ты в алтарь зашла? Как, так, я же заношу? Больше не заноси, я сам возьму. И в алтарь нельзя заходить. Как нельзя? Меня архиерей благословил. Я сказал, больше не заходи. А она такая крутая, как она подняла в уши. Там, вы знаете, такие полезные рога. Говорит, ангелок, ангелок. А на рога в потолок. Вот и все. Потому что матушка, матушка, а там ничего и нет. И он только сказал правилу определенное. Архиерей, архиерей. Отвечать за это будет. К себе пусть он запускает. Вот проверим себе, где уйдешь. У старообрядцев это тоже есть. Мне заглянуть надо, кто там бывает у старообрядцев. И откройте конкретные правила и скажите. Я как-то в Москве был, но я правила тогда еще не знал. Канона эти, не знал. Я недавно обратился. Ну и в Москве был там, знаете, Евгений Батков. Так вот, погиб его дети там. А у них отец был Алексей. И я там был, он меня оставил там ночевать. Я в них библиотеки там многое конспектировал. И он меня зовет в алтарь. Алтарь, говорит, у нас самый большой. Но алтарь правда. Алтарь это вот это счастье, если я так вот сделаю. Вместе с храмом, примерно вот такой алтарь. Я говорю, а зачем он? Ну вот так это. Я же не священник, я сказал. А он сам не священник. И меня болтарь сдавел. Но когда я уже знал, Хараханона, который в Нью-Йорке, Синоди. Ну и говорил. А у них там они убирали, а осталось ведро поганное. Вот. В алтаре. Ну как его? Я говорю, ну как-нибудь. Ну нашли там, который парень там где-то прислушивает или что-то. Но заходить-то ему тоже нельзя было. Ему в руки швабру дали. Здесь его замы не держали, чтобы он, кажется, через порог-то не перелез. Но он доставил, швабру и ведро подтянул. Смешно, но это благоговение. И они больше уже не заходили. Я в то время не был. Я счастлив, я имею право заходить. А было в одном месте, меня там тоже выводили. Заводили, чтобы показать, как у них красиво. Хорошо, если бы я знал, я бы никогда не зашел. Я и тут постараюсь не заходить. Может, раз в год. Ну вот, в Барнауле, Мария, где? На Балтийской храм новый. Там постоянно женщины, они вот дверь приоткрыли. Я знаю, как богослово. Да, приоткрыла дверь, поставила просфоры на освещение, поставила эти записки, которые... Заходят туда. Она не заходит, а через порог вот так вот. Не должно быть. Правило написано для всех. Правило. И не надо искать. А Сергий Радонежским, Пересметрия, Аслябин благословил на войну. Правило одно. Если человек, который возвращается из монашеса снова в то звание, да будет предано нафигу. И Сергея Радонежского нужно было сразу оттуда выгонять и под это условие ставить. Ему еще правило не писано. А сегодня на него ссылаются они здесь. Сергий благословил. Но он не благословил. Он сказал, как битва кончится. Битва кончится, победа будет на этой стороне. Он просто предсказал. А он этих монахов послал, там, щелубей убил. Ну, все он это сделал. Ему надо было отключать. До свидания. Иди, Сережа, на стройке народного хозяйства. Не надо. Он а шалмей был. А если настоятель храма просит установить несколько розеток. Как бы у меня и нету других людей. Как бы? Никак. Без розеток. Пусть на проводах. Сделай ему там просиделец и все. Но если нельзя. Нельзя. Вопрос снятый. Вообще нельзя. А ты, представь. Тебе сказали так. На рядом стоящий человек духовный сказал бы. Как ты оказаешь в алтарь? Ты сам не знаешь. Заткнет и тебя убьет. Тебя за ноги вытащат. Пойдешь ты, конечно, и ты бы знал точно, что ты исполнится. И все. Шабаш. Тебя уже не загнал бы туда. А зачем тогда Христос рассказал Притчу о добром саморенении, когда он прекрасно знал, что ему нельзя трогать? Что нельзя трогать? Ну, убитого этого человека. Как нельзя трогать? Ну, потому что у него все правила были, которые нельзя прикасаться. Он живой или мертвый? А он не убитый был, он раненый. А он как его узнал, что он... Ну, как он, видите, раненый. Как поднял. Зачем он в гостиницу увез, заплатил два динарии, и сказал, если больше заплатишь. Откуда ты взял, что он узнал, что мертвый? Он и раненый. Написано, лежал израненый. Израненый. Это видно было, стонал. Он возлил виночок, он на мертвеца возливал трилей. Написано, возливал еще там. А потом только повез. Нельзя было прикасаться. То есть прикасались, можно было прикасаться. Они на фронте собирали убитых, но ты будешь ищить до вечера. Что нельзя прикасаться, этого нет. Но что? Написано, всякий прикоснулся к мертвым, будет ищить до вечера. А запрета не было. А значит, когда козлицы были, лежали, никто не хоронил. Запрета не было. Для Назарея это было. Для Назарея. А самарянин, это не Назарея, даже не иудеянин. Не, ну первый-то кто прошел там? Сначала же два прошли. Ну, священник прошел без различия, пастыри. А лежал-то Израиль, из Иерусалима шел. То есть, в принципе, священник бы мог бы взять там его? Конечно, израильный он. Священник обязан был взять его. Обязан. Это показывает. Я как-то шел со священником и отцом Иоанном Суворовым на занятия в университете. Он говорит, ну почему в притче Христос вывел в такой неблаговидной роли, такое безразличие? Лежите еврея, израненные. И он прошел, даже не затормозил. Почему? Я говорю, ну все, поповское сословие такое. Вам нужды нет, лишь бы деньги были. Это торговный бизнес, церковь-то, сегодня. Вы же даром ничего не можете делать. И у него торговля так же идет. Точно то же самое. Дьяка, она-то еще не успел, говорит, полностью сварабать. Маленько притормозил. Подошел и посмотрел. Еще любопытство не совсем съедено было. А который прошел, лежал отыщенный, лежал оттуда дальше. А собрали, не некто другой веры, другой национальности. Поднял, посадил, привез, заплатил. Больше истратишь, вернусь, когда заплачу. Больше истратишь, то есть потрудничься в толковании. Два динария, верхний новый завет. Притча-то какая глубокая. Посадил нас, а кто такой? Я все. И он на меня возложил эту обязанность. Больник поднимать. Маслы? Да. Можно вопрос? Вот здесь написано. Псалом. Псалом 88, стих 49. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил души свою от руки преисподней? А какой преисподней, говорит? А он что, знал тогда, что преисподней? Сейчас, подожди, я дальше переведу. Какой ты говоришь? 88-й Псалом. 49 стих. 49 стих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Он что, знал, что преисподняя есть? Конечно. Ну а как же Яков говорит, когда сказали, что Иосифа звери растерзали, он говорит, в печальность я иду к сыну моему в преисподнюю. Зачем он говорил? У них о преисподней было понятие. О преисподней. Ну а состояние какое было, это брали 14 глава Исаия, 28 глава пророка Иезекииля, там более подробно было описано. Преисподняя, это низменное место, где находились души. Но они называли иногда Шеол, у евреев Шеол. А в Псалом 29, 4 стих. Господи, ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Ну а преисподняя-то поняла что? То есть они имели представление такое, какое было открыто. И Яков имел с печалью с этого сына моему в преисподнюю. Что тут непонятно так? Он знал, что сын его растерзан зверем, он в преисподней. Другого места нет, на небо вход закрыт от Христа до разбойника. А вот 29, Псалом 4 стих, посмотрите. Сейчас. Ну с этим поняла? Ну да. Все, Даша. 29, 4. 29, 4. 29, 4. Господи, ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Ну что понимает? Оживил меня из ада душу мою. Ясно дело, он в аду не был. Но ад, что это место мучения, это они знали. Потому что когда Христос говорил в притчу, это 16 глава Евангелия от Луки, то никто о ней даже не переспросил. Он говорит, богачи в аде, будущее в ухо, входит в глаза свои. То есть они бы сказали, что такое ад? Они не говорили этого, значит, они знали. Знали, и Господь сел на то, что уже было вспахано умы. И Давид называет это место не там, где души находятся, а как тяжело на земле бывает. Люди, когда где-то в трудных обстоятельствах говорят, там жизнь, и там ад настоящий. Но разница в том, что в аду нет покаяния, мы скажем, разница с тем, где ты находишься, довольно значительная. Тебе трудно, тебе создали невыносимые условия, ты в плену находишься. Сидишь где-то в подземелье, как в аду. Это не ад. Ты можешь покаяться, и тебе иногда попадает капля росы. А там этого не творит, там огонь. А огонь и вечный. И даже в Новом Завете люди не имели этого представления. И когда Александр Николаевич Мотовилов беседовал с Серафимом Саровским, и тот будет узнать, как ад. И он ему сказал, Господь сделает это. И он его, знаешь, как было, какой он огонь испытал, что сажу соскребал с самого себя сколько раз. И червь неумирающая. И брал этого червя, который вылазил из ноздрей, из глаз он его растягивал. Вот и все. А потом тартер, мучительный холод. Это, конечно, не ад, но почувствовать было можно. Скажа этого не было. Но это не канон, это жития святых. А тебя не осудят. Вот мне сегодня в интернете как раз задали вопрос. Но вот Феодорина, там, она не Феодорина, она Стариградская, а на самом деле Василия Нового, жития. И Феодора Стариградская, как душа, ушла по бытарству. Вот верить это не верить. Я не отрицаю, говорит. Ну, я из фектантов, и у нас это не было принято. Я только дал ответ ему вчера. Это не догмат. Он снова пишет. Но не догмат, так если я не верю, меня не отлучат от церкви, позовет. Да никто тебя не тронет. Я не верю в это. Вот не верю. Ну, а я лично, я в это верю. А почему веришь? Потому что я православный. Я много начитывал, и красочно так описано. И написано, не надо это понимать буквально. Что что-то она взяла из мешочка, из лакса. Василия Нового положила, за то, что она за ним ухаживала, это перетянуло. Ну, это аллегория. Ну, чтобы понятнее как-то было. Мне? Вот это понятно. Я не оспариваю. Есть те вещи, которые можно поставить под сомнение, так или не так. Несомненно, от корки до корки Библия. Все. Несомненно, от буквы до буквы. А остальное ты можешь сравнивать только с ними Библией. Если не сходится, никто не заставит верить. А ты скажешь, а я каноны церковные там не верю. Нет, верую во святую и соборную. Туда нужно верить. А они не сходятся. Говорят, что каноны очень часто подтесывали. И вот это сейчас, что часто защищается надо. Когда мы смотрим более ранее, а ранее при патриархе Иосифе, до Никоновской еще. У Андрюша Донгова был. У него была два, а у меня они подарили, каноны где. Я их перевел на русский язык. Там ничего этого не было. Просто не было. Есть такие правила, которые я тогда считал, а сегодня в новом мы знали, уже их нет. Я не могу никого обвинять в этом, но подделывались всегда. Библия неприкасаемая. Господь сказал о Библии. Я водорствую на Слово Мое. У нее три названия. Библия Святая. Слово Божие. Священное Писание. Все. Других названий нет. И Священным Писанием называть другую книгу, это не каноны, а как святые отцы, творения святых отцов. У них другое название. А это творение Вселенских Соборов, творение Повестных Соборов. Название-то другое совсем. А там могут быть ошибки. Могут быть. И ошибки могут быть очень большие, значительные. Следующий собор иногда устраняет правила, а иногда бывает, ни одно, ни два устраняет предыдущего, а полностью вес собор устраняет. И называют его нехорошим именем. Разбойничий собор был. Пятый Вселенский Собор. Вы откройте книгу правила. Ни одного правила нет. Собор был, а правил нет. Почему? Епископы, говорит, под скамейками прятались. Звучали. Ляс плечей в зале был. Кто больше воинов приведет? Ну, что спрашивают? У Александра, у Иоанна Златоуста были друзья долгие. Три брата. Долгие – это прозвище. Они были высокие ростом. Ну, решил их патриарх Теофил Александрийский найти и наказать. Ну, а как? Он нанял воинов языческих. Дали им вина. А те пошли по пустыне открывают. И вы долгих знаете? А кто такие? Молчат, залезали. Десять тысяч монахов убили. Десять тысяч по указанию патриарха. И патриарха не отлучили ничего. Вот это наше православие. Ну, давайте до конца договаривать. А только про ним. Он, видите, когда Константина крестили, он там стоял в шупеле, и он и спустил туда гной. Ну, ты не догадаешься, что такое гной. То есть, понос прохватил его. Как Андрей Кураев говорит, и за ним отосталось, как про ним. По-русски говорили, гавнюк. Прозвище. Гавнюк, и все знали, что кто такой. Но все знали, раз крещение купили было, это будет не простой человек. Это будет страшный гонитель христиан, иконоборцев, иконоборец. Вот так. Ну, вещи ты, когда назовешь своими именами, оно делается более открыто. Можно вопрос? Ад, это образно. Он никуда даже не сходил. Он пишет при жизни псалум. Я был в Азии. То есть, очень трудные были обстоятельства. Душа во мне, говорит, умирает. Вопрос можно? В начале занятий вы начали говорить о причастии, что не надо причащаться часто. Тогда литургия зачем делается каждое воскресенье? Значит, не надо литургии служить? Да служить надо. А кто причащается? Каждый должен причащаться на готовность. Я еще говорю, ян Златоуста. Говорят, ну это же каноны, а то одного Иоанна Златоуста. Но что удивительное дело, каноны подделывают, удаляют, а Иоанна Златоуста никто не прикоснулся ни разу. Это говорит отношение к церкви. Что его слово, как будто бы, получается, выше канона. Прохол, когда просил показать, где он находится, его даже в Царстве Небесном не увидел. Он говорит, непосредственно перед Престолом Благодати Троицы, Златоуста, только об одном написано. И он не одобряет ни частая, ни редкая, а готовность. Это дословно. Вот и все. Готовность твоя. Готовность твоя, как причащается, хоть каждый день. Но ты сама себя проверь. Готова ты или не готова? Ну и у нас маленькие, чуть ли у меня это встречает постоянно. Ну, ты поговори со священниками, которые постоянно, каждое воскресенье готовы. Я был, видел таких. Еврейская группа обратилась, они приняли православие. Ну, у них отец Андрей был в Одесском, там Иоанна потом был, очень хорош, он недавно умер. Ну и он говорит, тут группа евреев будет. Прям живьем на небо лезу. Они на службе, они ничего не слышат. Они стоят, щетки, лезка, потеревят, и все, и каждый в неделю причащает, говорят. Явно, что в нашем монастыре это не принято. Вот, Марина, у нас в Садровске до Клиросе сняли, дети стоят там по пять, по семь лет. Владыка вышел причащать, а они баловались. А они раз, и причастию Владыка говорит, раз, это вам быть не лапша. Вот и все. И ничего особенного. Нет, надо готовиться. И всегда, надо маленько, еще дети, дети, ты знаешь, какие дети? Еще был случай, батюшка вышел с чаши, а дети баловались. Он вернулся, чашу поставил, детей. А как иначе? Вот и все. Если у детей он каждый день причащается, у него страх теряется. Почему мы, миряне, перед алтарем, а которые часто в алтарь шнырят, у них этого нет? Абсолютно точно. Абсолютно. У них нет страха. Они, как ведь, вот так, тут, я не разная, не годная, запомнил, вот это и поповские дети. например, все теряется. А по футе в городской житии, говорится, к нему князь Георгий, кажется, когда шел наисковать, князь, на территории которого находился монастырь, то есть, монастырь в его владении был, он грешен наисковать, колени подгибались от страха. Ну, нет благоговения, нет того благоговения. Понимаешь? А сейчас что? Мы как батюшка идем, ой, тихо, тихо, батюшка. А сейчас, ты посмотришь даже здесь, да я, кто ты такой? На батюшку. Вот и все. Я вот так долго об этом много уже беседовали, говорили, я думаю, это сейчас это ощущение, это попы придумали, монахи. Почему? Потому что через это они накладывают на людей иго. Я не причащу тебя, и ты сдохнешь под забором. И теперь, что батюшка скажет? Благословил батюшка? Благословил батюшка? Благословил, а она не знает, что такое. Благословила сама блудня. Жет. Лишь бы хорошее отношение иметь со священником. А у меня девять. Ему было три или четыре годика причащаться. Он говорит, сыночек, ты сегодня причащаешься, ну, ребенок, ты, Антошенька, не садись сегодня на лавочку, ты сегодня причастник. И ребенок, махонький, всю службу стоял, потому что он к причастию идет. Благоговение у ребенка. У нас в храме, когда дети стоят, я говорю, можно на стадушке поставить. Пусть даже лежат, пусть спят, но только не бегают. Он не может. Не долагает, болеет. Но в храме должно быть благоговение. Я видел, сколько ребятишек, которые бегали, ни один верующий не стал. У них нет страха Божи никакого. Они нигде не могут себя прислонить, где бы испугались. У нас, у одного, у нас шестеро ребятишек, они как горох. И мальчик, с девочкой пришли, стоят. И это, ребенок, братьев маленький, и так поклонился, она ему сама, на год постарше, она ему раз. Мы были отца Кирилла. Знаешь, как приятно смотреть? Кирилла Сахарова. Ну и ребенка, а они все, это, патриаршая церковь, около храма Христа Спасителя, Берстеневка там. Исполняют все по старобрядчески, одеяния его спит, все старобрядчески. Он первый священник в патриархии, получивший какую-то особую грамоту, или медаль, от митрополита. Он везде, где бы он ни служил, служит по старобрядчески, до никому. Но он не единоверец, а прямо патриархийный. И вот, подгозят, ребенка несут, вот так вот держат, его к причастию. И одна, которая увидела, что у него лесовки, то нет, она подбежала, и его бросила на руку, лесовку повесила, чтобы причастали его с лесовками. Я считаю, у отца Кирилла это самое правильное. Ни вражды, ничего нету. Приходят люди, все одеты по корме, только положено. Ну, благодарение было, благодарение. Глава закончилась, можно вопрос, как-то здесь. Ну, дальше. Давайте, Тихонович. Глава. А что такая истина, написано, что не радуйся правде, а радуйся истине. Радуйся истине? Да. Что такое истина? Что такое истина? Вот так, по большому-то разговору, это 146, Иван Георгий Атьянов, присутствует, ясен, путь истинной жизни. Я тебе вопрос задам только, почему перед службой в туалет не ходишь? А начинается служба, через пять минут ты выскакиваешь уже. Запретить. Перед службой водитель, это очень важно, я был в Америке в Сакраме, для священия, говорю, ничего не могу сделать. Предупредил всех, и туалет стал закрывать на замок, и все прекратилось. Служба начинается сегодня, вылетел. Такой-то вопрос хороший, туалетом ты все исполнил. Ну, я скажу то, что важнее. Не радуйся не правде, а с радуйся истине. Да. А уже по истине, видите, истина, это и есть правда. Но переводчики истины говорят, у них вот с небеса, там, правде на земле, считается истина, это относится к божественному. А в нашем понятии истина и правда ничем не отличаются. Правда и истина, это одно и то же слово. Но переводчики борьмируют этими словами. Толковать не берутся, потому что толкование одно. Как понять, двое на поле, один возьмется, один останется. То есть дословно, или как-то это образно? Это образно. Живущие, трудящиеся. Простые люди на поле, это не изъят. И когда Христос придет, то один вознесется в облака, в свете и Господу, а другой останется на земле. И уже никогда не войдет. А другой, кто этот другой-то? Ну, двое, ну, два, и есть один другой. Вот двое, один пойдет в дверь, а другой останется. Ну, один верующий, наверное, а другой не верующий. А другой не верующий, а может верующий, только название одно было. Другое. То есть прям вот одномоментно, раз, так и ушло. Это одномоментно. Все. Никаких восхищений церкви за тысячу лет, как сектанты толкует, не будет. Воскресение одновременное. Им доказывать не надо даже сектантам. Почему? Когда ученики говорят, пойдем мы вырвем плевелоты, которые на севере, он говорит, оставьте расти до жатвы. Жатва кончина века. До жатвы. А у сектантов, наоборот, сначала за тысячу лет пшеницу вырывают, а плевелоты тысячи лет растут. Христос воскресит. Иуда, Павел, Ирод, все воскреснут одновременно. Но праведники вознесутся, а грешники останутся. И это навсегда. Если бы страх у нас был в Божии, который Бог дал, все в жизни было по-другому. Даже простое как-то разыгрывал такое предположение. Давайте. Вот сегодняшнего дня все люди поняли бы, жить надо по правде, не лгать. Если продает он ему какую-то деталь трактора, она точно подойдет уже. Он не выйдет, взял деньги, она не подходит, он не знает, куда теперь с ней деваться. Везде отманы. Вот везде правда была бы. Вы знаете, что из этого получится? Государство развалится в один день. Ничего не получится. Почему? По правде? Ну ты думай, что такое. Все по правде. Ни одного слова лжи. И все согласились так. Во-первых, в тюрьме не будет, в тюрьме не будет, в разводе не будет. Все честно, воровать никто не будет. Все честно. Вот все. Статистика кончилась, она вся лживая. Милиция не нужна? Не нужна. Не нужна? Нет, конечно. Ну дальше-то продолжай по правде-то жить. Я не говорю по Христу, а только по правде. Нигде не обманывать. Не обманывать. Жена не обманывает мужа. Ну да. Муж не обманывать, вернулся из командировки или был. Ты понимаешь, какой треск раздастся по семьям, как все начнет развалиться. Дети не обманывают учителей. Ну это будет единоразовно. Вот когда вот все начали так жить и все. А потом? А потом. А потом уже ничего и нет. Уже взять и пошел, говорится, по своему пути. По правде, вот одновременно, сначала бы жить сегодня, а по правде, все развалится. Держится еще скрепо только, какая-то страшная, вседневная, всеобщая ложь. И как министр пропаганды Геббельс, Йозеф, у Гитлера говорил, чем чудовищнее ложь, тем скорее поверят. Мы живем в море лжи, непрерывной, везде. И ты хочешь жить не по лжи? Жить не по лжи, это маленькая книжечка, была с лжевициной, она так называлась, жить не по лжи. И он показывается, перестаньте врать. Правители, перестаньте обманывать народ. Вот сегодня уже 66 рублей евро, за 61 уже заходит доллар где-то. Почему? Новое появляется, время, те, которые деньгами ворочают, они говорят, что сделал? Да ничего нет, объявим кризис. Кризиса-то никакого не было, не было, это обман. Никакого свиного гриппа не было. Заплатили огромные миллиарды денег и сказали, объявим. Бешенство коров. Нашли вирус, начали применять его, а на самом деле ничего не было. Коров, альпийская луга, бельги, всех перестреляли коров. А теперь альпийская свинина, пошла на, теперь ее только берут, все, и они все деньги вернули. Все, обман. Куда не поверни, особенно в медицине, когда приписывают, неправильно определили болезнь, неправильно определили, и то лекарство, человек умер. А если применили древние элладии, какой закон был, врач ищил глаз, ну неправильно, и глаз вытек, смертная казнь, врача казнят сегодня же. Ты не брался бы, за что не надо, ты бы учил. Я говорю, в Греции мальчику 6 лет, сколько этому отроку? Семь. Семь. И он перепелка, где он ее взял? Взял на жестанную ножницу, отстриг ножки. Заседал Верховный суд Эллады, и приговорили его к смертной казни, и казнили. От него не должно быть потомство. Это растет Чикатило. Это Гютлер, новый Сталин вырастет. Верховный суд. А у нас, да он маленький, маленький, ну маленький, 9-летний, 6-летнюю девочку отбили, и тоже изнасиловали. Его нельзя не посадить, ничего, даже в детдом-то не отправляют где-то. А в Германии, кто залез, не имеет значения, 15 лет ему, или 5 лет, он пристрелил его и пошел. Видите как. У нас все построено на сплошной неправде, в международных отношениях. Чтобы выборы эти сделать, тут одно неправдное покрытое. Вот сейчас разобрались, правый сектор, который на Украине, это нам только сообщили, 80% которые там, главные бойцы, которые убивают, все уголовники. 80%! Вот возьмите у нас, вот этот зал, где ровно неделю назад, воскресенье, было такое торжество. Вот ни одно таинство, так торжественно не справляется, чтобы все, до одного, до за один столом, ну никогда, даже при счастье, итог, причастливался, ушел дома, отобедаешь. И нигде так открыто не говорится, что это все не так будет. И я пожелаю тебе, всем сердцем, откуда ты взялся всем-то сердцем, когда только для Бога-то. А дальше что обман? Брак называется. Брак. Понимаете? Поздравляем с законным браком. Такой брак, такие вопросы. Брак. Ну брак, тоже поздравляем с браком. Ну брак, я взял книжку-то, корочка отторвана. Ну брак. Ну слово-то это идет. Да слово-то в русском переводе так, брак, а в других, в других. Понимаете, ни в одном слове так не отображается сущность всего. И как будто не видят. А сколько разводов? За 85% в первый год. Когда Крупская говорила, 17% развода вообще, вообще в стране, это национальная катастрофа. Семи-то практически нет. А это смотрят как. Да и поговорки-то все. Женился на скорую руку, теря на долгую руку. Ну а как узнать, скоро или не скоро? Ну, приехали. Ребеку, а ты пойдешь? Она была за нее, потому что он косой, с горбом. Пойду. Она не стала выбирать. Пойду. Собралась. Едет. Там кто-то ходит. Оля, а кто это? Это ваш господин? И ты уже покрывала, накрыла, свой хиджап надела, все, побежала. Задоела до дома ей, хоть куда-нибудь. Да, да. Ну, просто маленько додуматься об этом. Ну, а как это сделать? С детства надо готовить к этому воспитывать, как мусульман. Но он же не бездумно подошел, он помолился, он сказал, что если будет так, то это значит тебя, господин. Да, да, да. Но она-то ничего этого не знает. Ей выходить. Не слуги и не азарты-то, а ей жить с ним. Куда она пошла-то? Другое дело, когда 400 вениаминов в колени остались без невест, и все закляли, не давать им невест, а сказали, а вот этого не было там, колена, местности-то. Они выходят, хороводят девушки там, виноград собирают. Ну, в это время подкрадитесь, схватите, какой схватишь, штат твоя. Вот здесь вот картину посмотри. Ну и все, каждый в свою пещеру потащил. А дальше пошли уже дети, опять возобновилось. А кто он такой? Нравится, не нравится? Это вообще никто не знает и не слышал этого. Речь шла об отце. Отец сказал, все кончилось. А как мы до свадьбы друг друга не видели, даже не знают. Заборы не обтирали. Вот она, семья пришла из мусульман. Он смещенником стал. А в семье полностью уклад мусульман. Как они одеты, как у нас вот грудь вот так вот открыта, вот вырезана. Зачем такая вырезана здесь-то делается? Ни у одной нету. Ей 13 лет, у нее интервью берут. Какие ваши планы на будущее? Какие выйти замуж? Быть верной мужу? Я все готовлю, я уже умею готовить и шить. Она все умеет. Она ничего не знает. У нас девочки большие. И я вижу, что они, карманы-то не пришиты. Сбоку вот так вот карман, вот так вот выглядит. И фактически карман только на два пальца. Ну, сбоку вот так вот. Прихожу, они еще не шили. Стоит ваша Кристина. Это Кристина, я говорю, Ксения. Узелок не знает, как завязать. Мы, говорит, узелок не можем завязать. Трое сбились, и трое не могут узелок завязать. Но родители-то знают, что им жить дальше будет. На доченька поспи, выйдешь замуж, некогда будет спать. И действительно ей будет некогда спать. И не от того, что много будет работы, а потому что она будет несчастно, ветром гонимая. Муж встает с постели, у тебя даже уже все готово. Чтоб тебя он видел на молитве. Промолчать. Вот они начинают здесь вот. Кто там? Дрозд или сквовец в клетке? Дрозд или сквовец? Вот они спорят. Так это у верующих. В Крейсере в Астанате. Советую всем прочитать. В Крейсере в Астанате либо Толстого. Фильм многое показывает, но многое там... Это книга и это большая разница. Он сидит и читает... Эта собака-то на выставке взяла медаль, она не имеет грамоту, не грамоту или как называется, диплом, а медаль. Да нет, диплом. Я говорю медаль. Все, они уже сошли. Ну какая разница, о птице или о собаке спорят? Муж сказал все, аминь. Аминь, точка. Ты письмо написала? Пока муж в конце не напишет, аминь не отправляй письма. Не отправляй. А она, видишь, раскудашилась перед телефоном, а оно туда-сюда. Ну ясное дело, что ее просто под контроль не возьмешь. Теперь телефон надо набирать, а шнуром язык привязывать. Тебя. Давай. Ну все. Все, все уже, да? Богу. 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 Истину. Боже, Тетя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафин, безысквения Богослова рожжую, сущую Богородицу Тя величай. Молитесь, Попроши. Господи, благодарим Тебя за этот воскресный день, за эту возможность собираться, поучаться в Слове Твоем. Благослови всех православных, наших братьев и сестер, пути находящихся, благовестников, болящих всех, всех страждущих рабов, и находящихся трудных обстоятельствах. Прости и помилуй. Тебе слава за все. Отец и мой святой Бог. Аминь. Аминь. Начни смотать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.